Добрый день, дорогие друзья, участники фестиваля Дмитриев День. Мы приветствуем вас. Я это Теленков Иван Сергеевич, город Вологда. И моя супруга Ирина. Мы представляем традиции Вологодской области. В данном случае разговор пойдет о таком инструменте, отчасти раритете, отчасти еще таком живом раритете. Это Никольская итальянка. Никольская итальянка ее называют, в принципе, наверное, только на Вологодщине. Потому что, например, в каталоге Мирыка этот инструмент был обозначен как Вологодская гармонь. Ну, судя по картинке, по описанию, так как-то вот ближе всего к тому. На самом деле понятие итальянка такое достаточно широкое. И во многих регионах какой-то тип гармонии и носит название итальянка. Ну, я не буду в этимологию слова вдаваться, поскольку самое расхожее мнение, что это утрачено буквои в слове итальянка, что, в принципе, вполне может быть даже и правдой, поскольку у итальянцев, у современных, похожая гармония. Я не знаю, как они называются, но наблюдать их можно. Причем они даже по тембру, не только по внешнему виду, напоминают вот эти наши никольские итальянки. Ну, может быть, еще какие-то. Что же такое итальянка в контексте фольклорно-этнографическом? Территория Вологодской области огромна. И вот на всей территории встречается это понятие итальянка, но под ним подразумевается немножко разная гармония. То есть я встречал итальянки на западе, именно итальянки двухрядные. И на севере области встречаются итальянки, очевидно, какого-то немножко другого строя, немножко другого плана. Тальянки по всему востоку Вологодской области распространены от Тойт-Маэтарнеги до окончания, до Великого Устья Угайну. Дальше они куда-то уходят в Кировскую область. Но, опять же, на этой территории востока области итальянки бывают разные. Бывают итальянки двухрядные, бывают еще какие-то инструменты, которые вроде бы по виду итальянка называют их иначе. Ну и вот непосредственно самый распространенный инструмент – это итальянка Никольска. То есть что она из себя представляет? Это музыкальный инструмент однорядный, вот очень хорошо видно, да, то есть 9 клапанов, бывает их 11. Мне встречались такие инструменты в экспедиционной практике, то есть добавляются еще два клапана внизу грифа. Но в целом инструмент вот он такую конструкцию имеет, то есть 3, редко 4 клапана в левой клавиатуре, они отвечают за басы. Вот басы звучат следующим образом, то есть вот средний бас называется пекун, он выдает как бы один устойчивый тончик, независимо от направления движения меха. Вот, а крайние клапаны, крайние басы называются шестеряки или храповики, они, соответственно, звучат уже… Во-первых, очень низко такой раскатистый трубный звук, во-вторых, они звучат по-разному, нажим-разжим. И отсюда, собственно говоря, отталкивается и вся система игры на этом инструменте. Вот, что еще относительно конструкции? Значит, гармонь снабжена петелькой, которая позволяет нам фиксировать инструмент. То есть мы палец в петлю вставили, и таким образом гармонь держится. То есть если мы играем сидя, то она прекрасно стоит на колене, чаще всего даже вот так вот, очень так это сама, задорно и… Так, я бы сказал, немножко форсиста. Вот, а когда она участвует в проходке, то есть на ходу, гармонь держится. Вот таким вот образом, опять же, она уезжает, и посредством большого пальца и ремешка на левой руке, все. То есть каких-то там ремней, не предполагается плечевых. Есть сведения, такие достаточно старые, достаточно архаичные, о том, что гармонь подвязывали полотенцем, в том числе итальянку, я так полагаю. То есть вместо ремня подвязывали полотенце. Но эти данные зафиксированы и не только по этому инструменту, по некоторым инструментам вологодским. Ремня не было, привязывали на полотенце. Но, скорее всего, что это в каких-то особых случаях, либо там проводы в армию, либо, может быть, я не знаю, свадьба или что-то такое очень серьезное, очень значительное в жизни какого-то человека. Ну, собственно, вот конструкционно, что еще здесь можно отметить? Да, мех не сплошной, мех состоит из нескольких частей. То есть чаще всего из трех, иногда бывает из двух. То есть соединен он перерамками, и это, может быть, впоследствии стало традицией, то есть стали делать так, потому что вроде как все привыкли. Но изначально ситуация была следующая. То есть мех, он же из картона сделан. То есть он только снаружи обшит, обклеен красивой тканью, или не всегда красивой. Но он сделан из картона, поскольку когда-то давно картон был не такой материал, расхожий, как нынче. Это был материал дефицитный, его было мало, поэтому приходилось делать не целиковый мех. А вот из кусочков, то есть из трех частей его составили. И чтобы он был крепче, плотнее, деревянные, вот эти вот рамочки, перерамки вставляли. И тогда мех, получается, он на самом деле не очень длинный. Вот это все, в принципе, то есть дальше играть уже нельзя. Ну, можно при желании, но не нужно. То есть мех достаточно короткий, что говорит нам о том, что музыкальная фраза, допустимая, к исполнению, она была достаточно короткой. Ну вот, ну еще одна особенность именно этого инструмента, именно вот этой итальянки, это внутренний механизм ее закрывания. Очень практичная вещь. Современники наши очень удивляются, как это так. Внутри находится, к сожалению, показать не могу, могу только рассказать, находится петелька и крючочек. То есть мы легким движением ее перевернули, и она зафиксировалась. Я спокойно могу ее транспортировать. Так, кстати, было, как рассказывают исполнители этнографические, если драка завязывалась, то гармонист просто гармонь так вот складывал, назад выбрасывал. Там девушки ее ловили. Для того, чтобы ее привести в рабочее состояние, мы просто опускаем вниз, и крючочек с петли сваливается. И она готова к использованию. Все, то есть никаких лишних там деталек внешних нет. Ну, что касается конструкции, здесь такой феномен вот этих вот инструментов старинных в том, что современные гармонии, ну, более поздние, они обычно более габаритные, то есть огромные, ну, большие относительно вот этого инструмента, корпус огромный, и там расположены резонаторы внутри этого корпуса, на деке, так, чтобы было много звука. Откуда берется здесь звук, совершенно непонятно, потому что как таково вот этого корпуса, он, видите, он очень маленький, он узкий, прямо на деку крепятся резонаторы с голосами, а звук получается при этом достаточно сильный, то есть старинные инструменты, они вот немножко, может быть, так звучат понежнее и погуще, а более позднее, там где-то, наверное, годов 50-60-20 века производства, они более резкие, хотя конструкция не менялась, просто, видимо, качество материалов изменилось внутренних. Это медь в основном, латунь, иногда бронза. Впоследствии голоса стали делать стали, изначально голоса были медные. И вот медный, именно вот этот медный голос дает вот этот вот густой бархатистый звук. Исполнитель называет такой тончик, такие звуки, малиновый голос. В принципе, когда встречаются какие-то тальянка с малиновыми мехами, это, скорее всего, что, может, и меха бывали малиновые, но, скорее всего, речь идет о голосах, потому что у старых гармонистов, старых мастеров я встречал это понятие, именно малиновый голос. То есть он такой глубокий и бархатистый, и достаточно низкий. Вот. Это то, что касается конструкции. Наверное, в принципе, основные детальки рассказал, дальше надо смотреть уже под мелкоскопом. Вот. Следующий момент. Что на таком инструменте можно сыграть? Учитывая, что мы имеем в левой клавиатуре всего два аккорда, то есть у нас есть аккорд. И второй аккорд. Все. И это нас, понятно, что таким серьезным образом ограничивает в деятельности музыкальной, в связи с чем тальянка и потеряла, начала терять популярность в середине 20 века, поскольку пришли ли ей на смену массовое производство заводских гармоний 25 на 25 и прочих. Ну, кирилловская гармонь постаралась в свое время чуть-чуть пораньше. То есть она заняла место тальянки, поскольку на тех гармониях сыграть можно больше, сыграть можно интереснее. Но сам вот этот тембр, сам характер звучания, он, конечно, в народной памяти живет до сих пор. И старые бабули в том же каком-нибудь Никольском или Бабушкинском районе Вологодской области, они, услышав тальянку, просто там даже если она ходить не может, она вскакивает и бежит на звук этой тальянки. Потому что это их, видимо, настолько побуждает к действию, настолько привычный и близкий звук, звуки вот эти вот, и хочется еще отметить вот на этом фоне, что как бы исполнители, к сожалению, уходят, но постоянно какой-то вот контингент народных исполнителей, итальяночников, он обновляется. То есть люди выходят на пенсию, приезжают домой, находят инструменты и начинают учиться на них играть. Причем они же не используют какие-то там мастер-классы, какие-то самоучители, тем более что их нет. Они используют, видимо, свою память. То есть, а вот дядя Вася играл так, надо попробовать. Он начинает перебивать, что-то искать. И это все к вопросу об обучении игре на тальянке, то есть как на любой другой старинной гармонии, когда мы имеем сложность в том, что у нас на разжим один звук, на разжим другой, но здесь только левая рука это дает, правая дает. Одни и те же аккорды, одни и те же звуки. Моя рекомендация практическая, раз у нас разговор о тальянке во всех ее аспектах, вот так что практика такая немножко будет, начинать играть обязательно обеими руками. То есть человек, который, в принципе, никогда на гармонии не играл, ему даже, наверное, проще, потому что у него нет стереотипов. Он просто берет, то есть подсказочка маленькая, ставим пальчики через одну, и имеем готовый аккорд. Дальше не очень сложно подобрать следующий аккорд. И вот извлекая вот эти два полноценных аккорда из гармонии, мы, в принципе, можем уже себе позволить что-то поиграть. То есть, как деды показывали, старички, как начинали играть. Ну вот он говорит, ну простая игра. То есть вот мы два тихогорда озвучили, единственное, что постоянно контролируем. Вдох-выдох. На этом все базируется. То есть мы не можем себе позволить там. Как бы уже пойдет не то. То есть это инструмент скорее интуитивный, чем какой-то такой вот академический, методически простроенный. То есть если мы нашли вот эти две позиции, мы можем уже, в принципе, сконструировать какой-то наигрыш, более или менее такой приемлемый. Тем более, что в традиции вот такая игра, она используется как игра под пляску. Но наша немножко искаженная европейская традиция сознания требует еще один аккордик сюда вставить. И здесь уже приходится, особенно музыкантам опять же профессиональным, смиряться с тем, что диссонансы в этом инструменте присутствуют. И их там не быть просто не может. То есть смотрите, практически тот же наигрыш, который постепенно становится уже таким более или менее разумительным наигрышем типа русского, он таким вот образом может быть воспроизведен. Ну и по аналогии еще один наигрыш, тоже относящийся, ну, насколько мне известно, насколько я понимаю, относящийся к ранним, опять же, плясовой. То есть вот эти мои резкие движения меха, по-моему, не случайны, как бы это, во-первых, в традиции оно так игралось, во-вторых, видимо, это связано опять же с конструкцией. Добавляет немножко звуков, и уже здесь мы видим аналогию немножко с другими гармониями. А с другой стороны, есть мнение, я среди фольклористов, очень часто оно встречается, и я, в принципе, даже склонен к нему примкнуть, что вот этот инструмент, который с небольшим количеством клавиш, в данном случае с девятью, он отчасти соответствует гуслям. Поскольку старики вспоминали о том, что вот были инструменты, то есть немножко по-другому были сделаны клапаны, вот эти вот. Были деревянные, были еще костяные даже, причем вот эти сами клапаны, если мы называем костями, 15 косточек, или там 11 косточек. Вот. И старики играли не путем перестановки пальцев, вот, а они играли путем переваливания пальцев. Я пробовал, не на всех инструментах это получается, но, в принципе, вполне себе резонное замечание. То есть характер игры значительно изменяется. Смотрите. Вот. Ну, практиковаться, конечно, нужно. Но вот это вот именно манера очень старинная. То есть старики, которые были в 90-х годах уже стариками такими, ну, там, деды там 15-х, 10-х годов рождения, они говорят, что это наши отцы так играли. То есть, ну, соответственно, это получается где-то конец 19-го века. То есть вот немножко конструкция поменялась, и поменялась манера игры. Ну, плюс еще хочу сказать, что постоянно в традиции, она же не может быть жестко законсервированной, происходят изменения, изменения происходят, например, в сторону увеличения темпа. То есть если объясняют обычно это тем, что с старушками играли вот так вот, то под кадриль, в принципе, та же игра, но уже другая. С одной стороны, верно, да, старшее поколение, оно более степенно, оно пляшет по-другому, но оно пляшет по-другому не потому, что ему тяжело, и оно не может, потому что они не привыкли. Следующее поколение, через поколение, они уже темп ускорили, у них другие танцы, немножко другая хореография, им нужно побыстрее. Вот, то есть что касается обучения, еще один моментик, обязательно двумя руками, это я как практик говорю, поскольку, если мы имеем... То лучше, чтобы это было обеими руками, потому что мы можем спокойно нарушить этот ход басовый, благодаря тому, что мы неправильно заучили движение меха, поэтому обеими руками. И мы спокойненько подбираем, попадаем. Вот здесь уже дальше больше не на гусли похоже, наверное, я бы сказал, что на какое-то скрипично-гудошное звучание. То есть мы имеем бурдон, мы имеем сменные тончики параллельно с ним. Кстати, да, это был образец такой наиболее архаичной формы. Я так могу играть долго. То есть это, в принципе, такая очень музыка специфическая. Вот, ну и дальше, что все-таки могло звучать на этой итальянке, кроме вот этого примитивного нагреша под пляску? Я показал, да, нагреш под пляску, нагреш комаринский. И дальше пойдем немножко по, скажем так, по традициям вологодским. То есть чуть-чуть покажем немножко одного, немножко другого. То есть, во-первых, чем знаменит эта никольская итальянка? Тем, что под нее поют длинные частушки. И вот образец один будет никольский, другой образец будет из другой территории, образец будет тарнакский. Причем там нагреш немножко меняется в силу того, что там были разные гармонии. И там откуда, куда, что пришло, непонятно, но вот разные типы итальянок, они между собой как-то так коррелируются. И нагреши, в принципе, переходят туда-сюда. И уже сложно определить, что откуда. Ну вот давайте для начала вот такой образец. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ну вот примерно вот так. И сейчас в качестве эксперимента просто попробую поиграть без переборов, так называемых. То есть так вот, как старики показывали простую игру. То есть вполне себе обхожусь пятью клавишами. Все. Нагреш, в принципе, может состояться. Ну и второй вариант, немножко отличающийся. Структура у него будет прежняя. Опять же, мы можем только два аккорда друг к другу противопоставить. Вот, ну немножко меняется структура нагреш, немножко меняется напев, соответственно. ПЕСНЯ Вот, ну в принципе, если внимательно слушать, то да, напевчик изменился. Нагреш для меня изменился радикально. То есть для меня это просто две разные территории, две разных традиций, по большому счету. Вот, что еще могло звучать здесь? Ну, существует еще масса хореографических форм, когда меняется наигрыш. То есть, допустим, половина вот этой вот пляски, она статично проводится. То есть поется частушка на месте, а дальше происходит движение под другой наигрыш. Сейчас подобно наигрыша. Так называемый наигрыш сударушка, бабушкинский район. Ну, так называется пляска, поскольку тексты там поются про сударушку чаще всего. Ну, или там немножко про любовь в целом. ПЕСНЯ И снова ПЕСНЯ Вот таким происходит образом вот эта пляска. То есть вы понимаете, что на вот этом быстром темпе происходит какое-то движение. Вот, и таких плясок мы фиксировали неоднократно в разных местах. Они примерно одного плана. То есть так же звучит балалайка, так же звучит иногда и подхромку. Вот, но это изначально вот такая вот тальяношная игра. Ну, и, наверное, еще один моментик, на который стоит обратить внимание, как народные исполнители вообще этот инструмент воспринимают. То есть я встречал гармонистов, тальянщиков, которые пытались и даже вполне себе успешно играть какие-то песни на тальянке. Хотя, в принципе, что здесь можно, казалось бы, сыграть. И не должно бы оно играться. Ну, вот у них запрос был. То ли от них самих, то ли от окружения. Там какие-то золотые горы, там еще что-то. И даже помню песню про то, как по винтику по кирпичику развалили кирпичный завод. Дед сыграл и спел. Вот, у меня так не получается. Мне, видимо, воспитание не позволяет, как бы, слыша одно петь другое. Но здесь напрашивается следующий момент. На территории нашей области, да и, в общем-то, повсеместно, есть распространен такой нагреш, который называется по-разному. У нас это цыганочка. Где-то его зовут сударушка, где-то его зовут сербельянкой. Я встречал, допустим, по Новгородщине пляска солома именно. Идет под нагреш цыганочка и зовется, соответственно, солома там или соломушка. То есть, нагреш минорный, да? Мои друзья говорят, что это адская музыка. Может, даже где-то ни в чем-то и право. Потому что, да, редкая нотка в правой клавиатуре совпадает с басами. Но, тем не менее, нагреш такой зафиксирован. Причем это не единичный случай, да? Это традиция сложившаяся. Ну, поскольку цыганочку играть хотелось, время пришло. А играть было не на чем играть, а на чем было. Здесь такая возникает взаимосвязь. То есть, когда мы с одной стороны имеем инструмент, который как бы создан для определенных нагрешей. С другой стороны, мы имеем развитие движения традиций, когда нагреши обновляются, инструмент сохраняется. В попытках на этом инструменте сыграть новый нагреш, каким-то образом обновляется инструмент. Пополняется он там дополнительными звуками. Мог появиться там какой-то аккорд, еще что-то. То есть, разные инструменты шли по разному пути, но вот мы имеем то, что мы имеем. И последний, наверное, мой такой громкий призыв ко всем слушателям. В каждом регионе, практически в каждом регионе существуют или существовали, но не так давно утрачены вот эти вот старинные однорядные, иногда двухрядные инструменты, которые требуют к себе очень большого внимания, поскольку носителей традиций где-то нет совсем, где-то они уже в таком возрасте, что как бы вот-вот их не будет, к сожалению. И это нужно учитывать. И всех фольклористов, музыкантов призываю обратить внимание на свои какие-то такие вот локальные особенности инструментальные. И, пожалуйста, найдите в своем регионе, на своей территории старинные инструменты. И еще не поздно, пока еще они существуют. В конце концов, ну что, раз у нас гармонию делают, почему бы не сделать итальянки? Гуслями вся страна завалена. Можно итальянки начинать делать, я считаю. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok